Мозаики Всем привет! Это третий видеоурок курса «Всё о мозаике». И сегодня мы будем говорить о инструментах для мозаики, которые используются для изготовления мозаичного панно. Это молоток для колки с мальты, харди, кусачки для мозаики. Так как основной инструмент в большинстве случаев используются кусачки, как основной инструмент для начинающих и профессионалов часто используют именно кусачки для мелкой мозаики. Кусачки бывают двух видов для мозаики, ещё их называют щипцы. Это кусачки, то есть тут без разницы. Итак, кусачки бывают или дисковые, или с ровными режущими кромками. Вот в чём отличие. С ровными режущими кромками больше подходят для камня, можно ими со смальтой работать. Если брать дисковые кусачки, то они больше подходят для стекла. Ну, также подходят для смальты. Сейчас я каждыми кусачками более подробно расскажу. Кусачки бывают итальянские или китайские. Итальянские стоят несколько раз дороже китайских, но и качество у них намного выше. Начнём, будем рассматривать китайские и итальянские одновременно. То есть, берём сначала итальянские и потом смотрим китайскую копию. Вот, например, итальянские кусачки для мозаики. Например, в Равене используют в большинстве случаев именно эти кусачки. Очень хороший, удобный для колки смальты. Не толстый для колки стеклянной плитки. Идеально подходит. Удобные в работе. То есть, хорошие кусачки. Производство Италии. Вот это, например, их точная копия, но китайского производства. Китайский аналог итальянских кусачек. Хоть они стоят в несколько раз дешевле, но тут, например, была раньше пружина, которая слетела и сразу потерялась. У итальянских кусачек это не происходит. Например, здесь они точно так болтаются, что совсем неудобно в работе. В итальянских, опять-таки, этого нет. Диски у китайских откручиваются постоянно, и их приходится постоянно шестигранником подкручивать. Но у итальянских этот дефект отсутствует, и им можно спокойно работать. Если вам нужно сделать мозаику одну или две, то можно взять китайские, и спокойно на пару мозаик вам их хватит. Если вы хотите заниматься долго и удобно, чтобы вам было в работе, то это лучше, конечно, купить. Итальянские одни, и хватит на несколько лет, если не десятилетия. И что говорить про эти кусачки. Теперь поговорим о кусачках с режущими кромками. Также бывают итальянские и бывают китайские. Вот это кусачки итальянские, вот эти тоже итальянские, вот эти кусачки китайские. Так как вы видели, пружин тут тоже цветает. Это у всех такой дефект у китайских. Ну, очень неудобно в работе. Если будет много работать, то эта пружина будет мешать постоянно. К тому же здесь на концах это просто закаленная сталь. У итальянских здесь на концах это победит. То есть металл, на который крепче стали. И колоть он будет намного лучше. Тут даже видно, что в парень победит. Который легко справляется с различными материалами. Такими как натуральный камень, смальта. Вот. То есть с этим кусачками будет намного удобнее работать. И они будут лучше колоть, нежели китайские. Китайские, тем более китайские быстро тупятся. Но если тоже на пару мозаика, вам и хватит вполне. Если вы только решили попробовать мозаику, то эти кусачки можно приобрести. Они продаются во многих строительных магазинах. В отделе, где работать с плиткой. Вот. Особенно хотелось бы выделить вот эти кусачки. Это манталисты кусачки, тоже итальянские. Они дисковые кусачки. Вот эти у нас в мастерской мы используем практически всегда. Только эти кусачки. Потому что они универсальные. Вот. Так как у нас в школе, у нас в школе мозаики, занятия проводятся и по римской мозаике, и по смальте, и по стеклянной плитке. То у нас одни универсальные кусачки вот эти. То есть, все ученики занимаются вот этими кусачками, они универсальные. Потому что, то есть, ими можно работать и со смальтой, и со стеклянной плиткой, и с камнем. Вот. Очень хорошие кусачки, имеют большой зазор. То есть, можно колоть даже толстую смальту толщиной больше сантиметра. Вот. Пружина. Хорошая пружина. Все. Удобно работают. То есть, большой рычаг. Если нужно расколоть вдруг большую толстую смальту, то они тоже очень хорошо ходят. Для этих кусачек также есть запасные диски. Но, по моему опыту, они очень редко когда нужны. Потому что, если вдруг даже когда затупится диск, то просто откручивается болт, поворачивается на 15-20 градусов, и дальше можно ими спокойно работать как новыми. И будут они до тех пор новые, пока диск не пройдет 360 градусов. Ну, а диск можно подкручивать раз в полгода. Ну, в зависимости от того, насколько активно вы работаете. Это что касается кусачек. Что касается молотков. Молотки бывают итальянского производства и российского производства. Итальянские молотки делаются на заводе в Италии. То есть, там у них отлаженное производство. И все молотки одинаковые и похожи друг на друга. Что касается российских молотков, то это штучный заказ. Это, допустим, мы их заказываем у мастера, который тоже у нас на заводе, но в единичном экземпляре делает молотки. Чем они отличаются? Ну, во-первых, начнем с итальянских. Итальянские молотки бывают нескольких видов. И они отличаются по весу. Как по весу, так и по наличию победитов и наконечников. По весу молотки бывают 450-граммовые, 750-граммовые и килограммовые. Ну, если для женской руки больше подходит, конечно, полегче, 450-граммовые. Если нужно колоть большую смальту или камни, то можно взять побольше. Тут в зависимости от ваших предпочтений. Также ручки на молотков пеняются в зависимости от мастера. Кому-то длинный удобнее, кому-то короткий. Ну, то есть это все. Каждый молоток, каждый инструмент этот под мастера. Мастер сам по себя подгоняет, как ему больше нравится. Также бывает по наличию победитовых наконечников. Бывает без победитового наконечника. Бывает с одним победитовым наконечником. И бывает с двумя победитовыми наконечниками. Для чего? Нужен победитовый наконечник в молотке для колки с мальтой. Победитовый наконечник намного тверже стали. И поэтому он раскалывает камень намного проще. То есть, с одной стороны, соответственно, в нем закаленная сталь. С другой стороны, например, может быть победитовый наконечник. Также победитовый наконечник может быть с двух сторон. Или с двух сторон может быть также закаленная сталь. Например, возьмем аналог российского производства. Почти такие же молотки. Практически ими ничем не отличаются. Только в российских в основном идет два победита наконечника. То есть, с одной стороны и с другой. Отличается от итальянского тем, что итальянские все одинаковые так делают на заводе. А российские делаются мастером вручную. То есть, каждый молоток индивидуальный. Можно, кстати, доказать разного размера, веса. У мастера можно заказать молоток под ваши предпочтения. Также можно сделать один победит, два победита. Сейчас в основном все российские молотки идут уже с двумя победитами. Допустим, у нас в магазине все молотки, все российские молотки с двумя победитами. Но, помимо молотков, еще для работы для колки с мозаики необходим харди. Харди бывает двух. Харди бывает нескольких видов. Этот харди, который необходимо вбивать в пень. То есть, он вбивается в пень и на пеньке уже используется. Этот харди ставится просто на стол и используется уже просто на столе. Не надо его никуда вбивать, просто стоит. Также харди бывает с победитыми наконечниками для лучшей колки. Но стоят они значительно дороже, чем просто из закаленной стали. Помимо кусачек и молотков, еще есть станок для колки с мальты. Данный образец российского производства. Также есть еще итальянский станок для колки с мальты. Станок стоит дорого, но при больших объемах быстро окупается. Теперь я хотел бы рассказать про мозаик-бокс. Мозаик-бокс – это наша разработка, разработанная нашей компанией Афлоркер, нашей мастерской. Собственно, что из себя представляет мозаик-бокс? Мозаик-бокс представляет из себя коробку, в которой есть все необходимые материалы для сбора мозаики, изображенные на лицевой стороне коробки. Для сбора мозаик-бокс вам всего лишь потребуются одни кусачки. Итак, что же внутри мозаик-бокса? Мозаик-бокс включает в себя клей для мозаики, необходимый камень для изготовления мозаики, камень необходимый для сбора мозаичного панно, основа для выполнения, то есть тут эскиз прикреплен уже на готовую основу, в котором будет все выполняться. мастяки, пинцет и очень подробные инструкции для сфоэтапного выполнения мозаики. Следуя этой инструкции, вы соберете вот такую мозаику. Если вы хотите обучиться искусству мозаики, приходите к нам в школу или записывайтесь на онлайн-обучение. Также вы можете приобрести все инструменты в нашем интернет-магазине. Все ссылки под видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok